Вы помните этот дом? Я недавно был здесь на Виснинге, смотрел квартиру, большую трехкомнатную квартиру. Сейчас, видите, стоит машина, и коммунальные службы начали здесь, в нашем районе, убирать территорию, чистить точнее. Видите, подрезают кусты, старые листья убирают, готовятся к весне, чтобы зеленые тут насаждения росли красиво. Ну, еще, видите, гранитную крошку не убирали, вот она насыпана везде, ее посыпают, чтобы не поскользнуться, когда тут снег, лед. Вот, ее пока не убирают, потому что неизвестно, что будет с погодой, и это делается обычно в конце апреля, то есть через месяц будут убирать гранитную крошку. А пока коммунальные службы вот так вот ездят по этим дворам, подрезают кусты и убирают старые листья. Продвигаюсь дальше. Вот видите, тут стоит машина, и написано «Сольселлер» от «Боксер». Вот у них такой подъемник на крышу. У меня есть, между прочим, документ, разрешающий не работать на аналогичном подъемнике. Я проходил специальные треогенные курсы. Вот. И знаете, что они тут делают? Они тут устанавливают солнечные батареи на крыше этих домов. Это район Хюрисред, так называемый. Хюрисред означает... Вот видите, нету наверху. Хюрисред означает, что эти квартиры сдаются в наем. Ну, то есть, их люди получают по очереди. Вот как я сейчас живу в своей Хюрисред-квартире, так же вот люди, которые в этих домах тоже снимают, не покупают, а получают по очереди бесплатно от государства. Вот. Я сейчас тоже иногда смотрю, иногда по настроению. Может быть, все-таки поменяю. Вон там уже полдома установили, полкрыши установлены панелями. Вот. То есть, тут получают по очереди те, кто не хотят покупать жилье. Или у кого нет денег, ну, по крайней мере, не хотят вкладываться. Да, деньги-то всегда можно в кредит взять, но не хотят вкладываться. Так, предпочитают получить по очереди бесплатно и жить себе спокойненько. Что вот многие и я делаем. Вот, видите, свенская бустедер-машина. Написано. Это вот наш владелец этих домов, акционерное общество, которое вот у каждого дома, ну да, у каждого дома есть свой этот самый буверт, домоуправляющий, который следит за порядком, за своевременными ремонтами, чистотой и так далее. Вот, заодно и стирок, общественных стирок. То есть, тут не обязательно иметь свою постирочную машину, стиральную точнее. Можно вообще-то стираться, что намного выгоднее, потому что электричество дорогое. Вот, а здесь уже входит квартплата. Вот такие домишки, постройки 50-х, 50-х, 56-х годов. Мои ровесники, фактически. В хорошем состоянии. Вот, и снутри, и снаружи. Все тут четко. Я продвигаюсь. Сейчас зайду домой, а потом пойду дальше гулять. Гуляю по лесу, как обычно, ежедневная прогулка. Ну, правда, по разным местам. Сейчас зашел сюда, в глубину леса, где, как бы, обычно я не гуляю в это время года, потому что то снег, то сырость излишняя. Но сейчас, как бы, немножко подсохло, снег сошел. Вот, и более-менее здесь можно уже погулять. Ну, и чтобы не терять время зря, отвечу на вопрос. Тут мне задали вопросик, вчера или позавчера, что у нас опять взрыв произошел очередной, да. Я даже и не знал. Я, правда, вспомнил, что на самом деле, я накануне этого вопроса ночью тоже слышал, мне показалось, вроде как взрыв был, да. Ну, так, отдаленно довольно-таки. И вот решил, проверьте, на самом деле, да, есть такое дело, сколько там, три дня назад, опять в нашем же районе, правда, далековато от меня, немножко прошел этот взрыв. И, ну, как бы, обычная история, это уже для нас привычно стало в последнее время. Сейчас расскажу. Вон там какой-то турист как раз ходит и посмеялся, увидел меня, посмеялся. Тут, на самом деле, редко встретишь в таких местах людей, обычно все по тропинкам, по проложеным уже ходят, да. Почаще мало кто, но только энтузиасты, типа меня. Вот. Ну и это. Что тут у нас происходит? В последние месяцы, да, со всей Швецией свезли дополнительные полицейские силы. По-моему, около ста полицейских с районов сюда еще пригнали для помощи стагомской полиции в расследовании всех этих дел. Вот. Ну, уже, в принципе, все ясно. Это, значит, между собой борются две наркогруппировки. Значит, одна группировка принадлежит курдскому лису, так называемому. Курдский лис, да. То есть, ну, сами понимаете, это Курт, а кличка у него Лис. А вторая – это Грек. Вот. Ну, Грек, понимаете, это Грек. Натуральный. В общем, греческая курд, курдская банды между собой конкурируют за рынки сбыта наркоты. Вот. Их же тут прижали сильно, да. Рынки эти порушили, и они сейчас, значит, пытаются как-то друг у друга хотя бы остатки забрать. Вот. Ну, в принципе, что эти взрывы происходят даже хорошо. Вот. Они взрывают кого? Они взрывают именно членов своих же группировок. Уже даже дошли до членов семей. То есть вот последний взрыв был – это уже не самого участника, а его там родственников взрывают, да. Ну, как взрывают? Взрывают в виде устрашения, то есть подкладывают взрывное устройство перед входом в подъезд, да. То есть жертв никаких не было. Но это самое. Ну, неприятно, особенно людям, которые к этому не причастны, да. Не повезло тем жителям, рядом с которыми живут родственники этих членов преступных группировок. Ну, там сразу пять человек арестовали, Четверых отпустили. Ну, естественно, за ними идет надзор. При необходимости их, значит, вызвал в суд. Ну, пока собирают сразу доказать, что уже как-то сразу людей не сажают. Ну, нужно собрать неопроверживые улики, что эти люди непосредственно причастны. Поэтому, как бы, все это медленно происходит. Ну, таким образом в результате взрыва выясняются исполнители, заказчики и так далее. Ну, в принципе, уже все понятно. Все не на учете. Вот. В конце концов их скопом всех повяжут и все это прекратится. Вот. Если бы, конечно, были бы взрывы эти направлены, насилие направлены на обычных людей, ну, конечно, тут бы сейчас с ними очень бы жестко поступили. Ну, вот. И уже пересажали бы большинство. Там, прав, виноваты, уже сильно, может, и не разбирались. Ну, мне так кажется. Нет. Если бы были бы, ну, жертвы среди посторонних людей. Ну, так как невинных людей, как бы, это не затрагивает. Чисто косвенно только соседей. Вот. Я думаю, они очень недовольны и наверняка обращаются в полицию, чтобы там их прожучили жестче. Вот. Я думаю, полиция над этим работает. Над этим работает. Тут, правда, все делается не так быстро. Все спокойно, размеренно, с полным расследнием в рамках правового поля. Никого огульно не посадят. Вот. Ну, я думаю, это скоро уже закончится, по идее. Потому что, ну, как бы, все уже, все уже действующие члены этих группировок известны полиции, абсолютно известны. И расплата у них не за горами. Причем, я уже обратил внимание, я знал некоторые точки. В нашем районе точку знал. Ну, в центре там известная. И сейчас я там не вижу подозрительных морд, которые торгуют наркотой. Уже не видно, да? То есть, как бы, порядок наведем, более-менее. Где-то, естественно, это происходит. Но это уже довольно-таки все подпольно. Они сами боятся всего. Вот. И а за наркотики, за наркоту здесь довольно-таки серьезные наказания. Вот. Тем более, если это сопряжено с насилием, со взрывами. вот, они, конечно, получат приличные сроки. Ну, те, кто непосредственно в этом замазан. Вот. Ну, вы слышите тут вот выстрелы, да? Сейчас вот были выстрелы, расслышали. Это здесь вот недалеко стрельбище от меня, где, в частности, и полиция тренируется. Вот. Постоянно у них происходит стрельба. Я тоже хотел записаться. Я тоже мог бы, да? Но я посмотрел, там по деньгам я не тянул. Там нужны членские взносы, вступительный взнос, потом членские взносы. Вот, слышали, да? Ну, потом оружие покупать. Все как бы, это накладно, по деньгам накладно. Поэтому я отказался от этой мысли ходить на стрельбище. У меня есть разрешенное оружие, вот, малые убойные силы, которое разрешено, значит, без лицензии. И я вот, когда выезжаю на объект база, у меня там, как бы, уже свое стрельбище, можно сказать. Вот, в этом году еще не начинал, как бы, не до этого было. Но, вот, как потеплее станет, наверное, я там еще постреляю, может, засниму, как я стреляю. Вот, в прошлом году я делал эти самые упражнения. Поэтому можете посмотреть, кто еще не видел. Вот. Ну, вот так вот, я вам сказал. Ничего страшного, да, взрыв был, но уже не так часто, как вот одно время. Чуть ли не каждую неделю взрывалось что-то где-то. Вот, уже стало реже, их прижучили. И, говорят, вроде даже нашли этого чувака, который изготавливал взрывные устройства. Вроде его нашли. Так что, будем надеяться, что наша полиция отработает эти безобразия и скоро станет у нас совсем спокойно. А так, что бы там ни говорили, Швеция очень безопасная страна, уличной преступности практически нет. Я так думаю, ну, одно из первых мест в мире по отсутствию уличной преступности в Швеции, да, поэтому вот эти эксцесс, они происходят именно внутри, внутри криминальных структур. А криминальные структуры, в принципе, есть везде. Это всем известно, да. Но здесь они конкурируют чисто между собой. Вот. людям, которые с ними не связаны, вот как я, да, я спокойно могу гулять по любому месту, города, по любому району, вот, ведь и по лесам, по нехожим, тропинкам, и днем, и ночью, когда угодно. Неоднократно делаю-делаю, и поэтому на своей, так сказать, шкуре я знаю, что у нас тут очень безопасно. Не боитесь, все у нас нормально. Сейчас гулял по лесу, слышу какие-то звуки непонятные. Думаю, что же это такое? Потому увидел спиленные вот эти бревнышки, да, спиленные деревья, и понял, что коммунальщики сейчас в лесу тоже чистить начали. Вот, видите, лишние деревья поспиливали, кусты поспиливали, и сейчас вон там слышу, тоже спиливают. Сейчас идет сбор напива. Ну что, готовимся к весне. ручьи уже журчат, журчат, то есть, вот, видите, журчат ручьи, пилы там журчат, люди гуляют с собаками, вот это вот собачье поле, специально для выгла собак. Большущее поле. Вот это для людей. Это дорожка для людей. Видите, валуны мощные. В ледниковый период вот когда-то снега сходили, вот такие валуны тут везде разбросаны. И так, вот дорога эта, по которой я иду, разделяет собачье поле с лошадиным полем. Вот здесь вот, сейчас подойду, вы видите, протоптанный круг. Кто не знает, то сразу, может, не поймет. Видите, как вот протоптан вот такой большой круг. вон там, вон, за лесом находится конная ферма. У них там есть свои всякие эти дорожки беговые с препятствиями и туда, и все. Но иногда они приводят своих лошадей вот сюда, и они тут прогуливают с детьми, со школьниками. Значит, школьники тут как бы приучаются к лошадям с малолетства. Их специально водят, чтобы они умели ухаживать за животными, так сказать, ну и катаются, соответственно. Вот те, кто постарше и хотят, они, значит, уже проходят уроки верховой езды, уже все по науке как положено. В частности, вот сюда вот они приходят и здесь тоже проводят свои занятия с детьми. А я сейчас выхожу на свою тропинку, потому что здесь еще это влажновато, только снег растаял, и еще тут земля такая мягкая, сырая. Надо выйти на вот эту дорожку, посыпанную щебеночкой. Она такая плотная, вода уходит вниз, и здесь очень хорошо ходить в любую погоду. Подхожу к спортивной площадочке. Давно я тут не занимался, но вот как потеплее станет, то, наверное, займусь иногда. Ну, а здесь школьников вывели на физкультуру, физкультурных виде футбола сегодня, видите. Ну, как вы заметили, в основном темноволосые, видите, да? В основном школьники у нас темноволосые, шведские школьники. Ну, вот такова селья в, так сказать. как бы там ни было, хоть они с разных стран, но, видите, все на шведском говорят. И преподаватели, и школьники все говорят на шведском. Хотя тут полный интернационал со всего мира практически. Но снова из Африки и Ближнего Востока, правда. очень воодушевленно играют эти девчонки, и парни все вместе в одной куче.